Я твердо верю, что нам безусловно нравятся вещи, которые мы полюбили в детстве. Мое детство пришлось на начало 90-х. Вещи из 80-х были самыми классными. Пока мне не исполнилось 19 лет, эти вещи окружали меня. Фильмы, джинсы, старые марки. Еще в школе я ходил в фотокружок, где мы сами снимали, проявляли и печатали. Любовь к пленке из меня никогда не выветрится, хоть я и стал редко на нее снимать. Я подготовил несколько футажей, которые мы сегодня расследуем. Чтобы лучше разобраться, как работает эмуляция пленки в DeHancery, мы попробуем повторить это стандартными инструментами DaVinci. Я подготовил несколько футажей, которые помогут нам немножко разобраться в эмуляции пленки. Начнем по порядку. Это значит пайплайн, который занимает вот столько места у нас. И мы выключаем все эти замечательные ноды и идем по порядку. С чего мы начали? У нас есть материал с камеры Sony FX3, снятый специально под стилизацию под 70-е. Очень красивый материал, красивые люди, красивые цепочки, одежды, рубашки. Все очень симпатично. Мы интерпретируем этот материал с помощью Color Space Transform и из логарифма приводим в Aries Log. И все остальное будет происходить в Aries Log. Я просто показываю, как возможность делать эмуляции пленки, способов этого добиться на самом деле бесконечное множество. Потом мы балансируем наш футаж, делаем его немножко более плоским. Потом мы добавляем Hallation, Color, Glow, Clicker Edition, потом Film Drain, Зерно, а потом Film Damage, в котором у нас добавлена Виньетка. Вот здесь вот. Ну, в общем-то и все. Подробнее мы разберемся сейчас с Hallation, потому что это не одна нода, а несколько. Hallation делается очень просто. Мы переводим логарифм C в Linear. Блюр, добавляем параллельные ноды и здесь выбираем диапазон, в котором мы хотим, чтобы Hallation работал. А здесь добавляем Блюр потихонечку, тот, который нам нужен. Нам нужно, чтобы красный разблюривался, красный и оранжевый. Собственно, мы синий не трогаем, добавляем чуть-чуть зеленого и красного. Ну, в такой пропорции, ее можно поменять как угодно. А потом обратно возвращаем в Aries Log C. И так у нас работает Hallation, если его делать вручную. Потом мы идем в Color. Тоже очень интересный у нас Compound Node, в котором у нас Aries Log C переходит в Aries Lute в Aries 709. Тут у нас кривые, которые нам напоминают немножечко о том, что кодек по-другому интерпретирует красный. И Color Warper, который то же самое делает, немножечко просто сдвигает красный и тени в синий, чтобы быть поближе к кодеку. Эти кривые взяты с сайта Mononauts. Glow Effect стандартный в DaVinci, который мы поднастраиваем как надо по изображению, но тут мы ничего не делали особенного. Camera Shape добавляем немножечко 3-4. Прямо по чуть-чуть я обычно добавляю, это почти незаметно. Flicker Edition тоже нужно добавить, так как в пленке изображение немножко мерцает. Просто из-за того, что пленка движется, свет попадает, исчезает, работает обтюратор в камере. И немножечко, каждый кадрик чуть-чуть отличается от другого. И вот таким образом мы добавляем этого эффекта, который существует физически в камере. Потом мы добавляем зерно. Зерно в DaVinci, оно такое специфическое, его лучше подкручивать самостоятельно. Тут настройки все можете посмотреть, ничего в этом необычного нет. В DaVinci классная штука есть, тут можно grain only и посмотреть только зерно. Потом мы идем в Film Damage, тут я добавляю виньетку, тут я добавляю dirt немножечко. И все остальное у меня выключено. Эти царапины я не люблю, это уродка выглядит. В общем-то вот и все. Итак, у нас получается лук из обычного, значит, снятого на Sony Alpha. Получаем, па-бам, пленочка. Давайте посмотрим, что это в движении. На самом деле я могу показать сейчас несколько кадров. Если показать несколько кадров, то вот что получается. Мы получили приличный результат, понимаем, как работает эмуляция пленки, а теперь сравним полученный результат с Dehancer. У меня уже подготовлена здесь коррекция, вариант коррекции с Dehancer. Я вот только загружу. Это все находится в одной ноде. Все эти ноды пустые, никак не влияют на изображение. Но по pipeline Dehancer, который они сами рекомендуют, все, что... Все коррекции должны стоять перед. Все маски и всякие штучки, они перед Dehancer стоят. Вот что у нас получилось в Dehancer. Сейчас мы пройдемся немножечко по настройкам Dehancer, чтобы просто было понятно, что из чего состоит. Сейчас я все закрою. Dehancer начинается с чего? С input. Можно выбрать камеру, можно выбрать просто материал, можно выбрать гамму, синеон или что-то такое. Я обычно выбираю камеру и выбираю профиль и все остальное. Тут же можно экспозицию подкрутить, температурку и все такое прочее. Довольно классная история. Дальше мы выбираем пленку, которую нам хочется. Я выбрал Vision 3 500T, потому что мне визуально просто эта история очень нравится. Push-Pull. Я немножечко поднял экспозицию здесь. Мне это нравится. Потом Film Developer. Вкладка позволяет управлять печатью вот этой пленки. То есть то, как в реальном мире управляется печать, поднятием температуры, увеличением времени, изменением эмульсии. Все это можем тут сделать и немножечко поправить какие-то вещи. Если нам нужен эффект вот такой пересвеченной пленки, тонкого негатива, то мы можем это сделать здесь. Потом Film Compression. Теоретически это изменение тонального диапазона и управление яркостями и контрастами. Но я, честно говоря, не очень понял, как это работает. Или это настолько тонко работает, что я... Вот Tonal Range, как бы я понимаю. Да? То есть как-то это все-таки рабочая история. Но в целом Density не очень заметна как-то. Expand. Это у нас история про управление контрастом, в которой есть замечательная вещь. То есть тут мы Black Point можем подвинуть. Опять же, сделать это тонким негатив или более плотным. Здесь очень классная вещь есть. Если этот экспанд начинает, как здесь, например, влиять на насыщенность, на Saturation, мы можем делать Luma, и это перестанет влиять на цвет. И влияет только на яркость. Ой. Ну, мне так нравится, я так и оставлю. Потом мы выбираем Print. Print это способ, при котором негатив печатается в позитив на кодек 2383. Популярная очень история. Или Fujifilm 3513. Вот у нас есть выбор среди двух этих пленок. Или мы можем в синем фильмлок, если мы собираемся что-то еще дальше делать. Kodak Enduro, Glossy Paper. Тоже вариант, который 100% The Hunzer сделал хорошо, потому что они печатают на этой бумаге. У них это сделано классно. Ну, мне нравится 2383. Это, в принципе, история стандартная. Для меня это очень классный лук. Соотношение контрастов меняется. Без этого это выглядит вот так. И еще мне нравится аналог Range Limiter. Который позволяет мне смягчить тональные переходы. То есть он приподнимает тени. Тени не исчезают. Черный остается. Но при этом более мягкие переходы образуются. Потом идет Color Head. Собственно, то, с помощью чего можно делать тонирование изображения. Довольно приятный инструмент. Удобный, легкий. Имитирующий тоже аналоговую цветокоррекцию на фотоувеличителе. Как раз во время печати позитива киношного используется Yellow Magento Cyan. А во время фото Blue Green Red. Или наоборот. Это я уже не совсем помню. Тонирование теней, метон. Очень удобный инструмент. Очень все мягенько. Ласково происходит. То есть можно прям сделать так, как надо. Зерно. Самое любимое зерно, которое я когда-либо видел в своей жизни. Это в The Hunsere. Можно выбрать какое угодно. Можно настроить его вручную, как я сделал это в варианте с Da Vinci. Сделать 8 миллиметров. Ну, оно просто более приближенное к настоящему зерну. Мне это очень нравится. Hallation. Историю мы только что прошли в Da Vinci. Это, в принципе, все то же самое. То есть мы устанавливаем лимит, когда это Hallation будет работать. И он у нас рассеивает красные яркие предметы. В The Hunsere уже есть пресеты, которые, в принципе, довольно хорошо работают. Я бы тут ничего не делал. Bloom делает, примерно, то же самое. Немножечко смягчает края изображения. Яркие края изображения. Тут уже тоже есть пресеты. Четыре пресета для разных пленок. Чем пленка меньше, тем этот эффект более заметен. Тем ярче этот будет эффект. Вот и все. Довольно просто. Film Damage. Тоже я пользуюсь пресетами. Можно все сделать по-своему. Пыль, волосы, царапины и все остальное. Но мне довольно хватает ручных настроек The Hunsere. Обычно. Если это делать по кадрову, для какого-нибудь клипа или творческого проекта, понятное дело, что можно это раскрутить до чего угодно. В зависимости от референсов и пожеланий. Film Breeze. Это изменение контраста экспозиции и цвета от кадра к кадру. То есть каждый кадрик, это отдельная фотография, она немножко изменяется. В пленке. В цифре этого нет. Поэтому это можно добавить вот таким образом. В The Hunsere тоже есть 4 пресета, которые зависят от величины пленки. Соответственно, чем меньше размер пленки, тем больше будет заметен этот эффект. Get Wave. Это то, что я в DaVinci добавлял. Камера Shake. То же самое для разных камер. Чем меньше камера, тем меньше пленка, тем больше получается заметен этот эффект. Просто каждый кадрик немножечко движется относительно другого. И поэтому возникает такое... Мы практически этого не замечаем, но это ощущается просто в движении. В таком неком дыхании изображения. Overscan. Это когда нужно добиться прям каких-то эффектов пленочных. Это редко когда используется. Но для стилизации в каких-то вставках вполне может гонать. Мне нравится, как в The Hunsere Pro эта вещь исполнена. Выглядит очень натурально. Классно, здорово, великолепно. Overscan. Потом виньетка. Overscan я выключаю. Виньетка. Виньетка очень классная. Просто потрясающая виньетка в The Hunsere. Спасибо большое за неё. Потом вкладка Monitor. False Color. Просто можно чекать экспозицию. Смотреть, как у тебя не вылетают ли цвета или ещё что-то. Clipping Indicator. Ну, тут у нас клипует изображение. В принципе, и насрать. В данном случае Total Impact. То есть тут мы убираем стаи. Можно сделать поменьше, чтобы какие-то ещё другие коррекции добавлять. Lute Generator очень классная вещь, когда можно экспортировать этот лют, отправить кому-то. Монтажёру или, неважно, кому-то ещё. Вот, в общем-то, и всё. Мы разобрали два разных способа эмуляции плёнки. И, на мой взгляд, The Hunsere это может сделать даже неподготовленный человек. Мне лично очень нравится аналоговый преобразователь, который встроен в The Hunsere. И во время съёмки этого обзора у меня даже возникло ощущение, что я снимаю на плёнку. Потому что точно знаю, каким будет результат. Под видео вы можете пройти по ссылке и ввести промокод, с помощью которого вы получите скидку 10%. А в дополнение мы прогуляемся по белградскому рынку и расскажем о том, как здесь всё устроено. И снимем это всё на 8-миллиметровую камеру. КОНЕЦ КОНЕЦ Десять скидков процентов. ПОДПИСМЕНТЫ КОНЕЦ